С отчетом об уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнении закона по выявлению и предупреждению преступлений коррупционной направленности за период с 2017 по 2019 годы выступила начальник управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Зарина Саблирова. Полномочия, установленные законодательством по вопросам борьбы с коррупцией и выполнению задач оперативно-розыскной деятельности, соответствующими органами не осуществлялись в полном объеме. Число выявленных коррупционных правонарушений за указанный период оставалось на низком уровне и не отражало реального состояния злоупотребления со стороны должностных лиц для получения материальной и иной выгоды в личных интересах и интересах третьих лиц. Зарина Саблирова подчеркнула, что Генеральной прокуратурой за 2020 и 2021 годы проведена системная работа по пресечению коррупционных дел. В результате общее количество выявленных преступлений в этой области возросло по сравнению с периодом с 2016-2019 годы. За 2019 год на территории Республики Абхазия зарегистрировано всего 4 преступления коррупционной направленности. За 2020 год 12 преступлений и за 11 месяцев 2021 года 10 преступлений. Общее количество зарегистрированных преступлений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, составляет 26 преступлений. Из 26 преступлений коррупционной направленности органами прокуратуры Республики Абхазия рассмотрено 23 сообщения о совершении преступлений коррупционной направленности. СГБ Республики Абхазия расследовано два уголовных дела. В производстве Министерства внутренних дел одно уголовное дело. Наибольшее количество уголовных дел коррупционной направленности находилось в производстве Генеральной прокуратуры Республики Абхазия и прокуратурах районов. Из которых 7 уголовных дел в порядке ст. 222 УПК Республики Абхазия направлены в суды Республики Абхазия. По 6 уголовным делам производство предварительного следствия прекращено по основаниям ст. 27 и 28 УПК Республики Абхазия. отказано в возбуждении уголовного дела по двум сообщениям о совершении преступлений по основаниям пункта 2 и 3 части 1 статьи 24 УПК Республики Абхазия и находится на стадии предварительного расследования 8 уголовных дел. Осуждено 6 должностных лиц, в отношении 4 лиц вынесены оправдательные приговоры, отмененные в последующем касационная коллегия по уголовным делам Верховного суда, в отношении 2 лиц прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, в отношении 4 лиц применен акт об амнистии, также данные решения отменены касационной коллегией по уголовным делам Верховного суда. Осужденным лицам назначено наказание в виде штрафа в доход государства в отношении 5 лиц, конфискация имущества применена в отношении всего 1 лица, в виде лишения свободы на определенный срок в отношении также 1 лица, право занимать должность в отношении 4 лиц, на стадии судебного следствия находится одно уголовное дело. Зарина Саблирова также добавила, что часто при избрании судом меры пресечения в отношении подозреваемого, несмотря на тяжесть преступления и размер причиненного государству материального ущерба, избирается такое наказание, как домашний арест. При этом, как показывает практика, лица, находящиеся под домашним арестом, могут оказывать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. В этом году были расследованы и завершены уголовные дела, совершавшиеся годами ранее. В текущем году расследованы уголовные дела в отношении должностных лиц органам местного самоуправления. Так, прокуратурой Галлского района возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы администрации села Хашта Галлского района Туркия Беслана Робертовича по факту хищения путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 тысяч рублей. По факту мошенничества с использованием служебного положения направлены в Галлский районный суд уголовные дела в отношении заместителя главы администрации села Хашта Гомиссони и бригадиры той же районной администрации Гидели. Причиненный в результате совершенных преступлений материальный ущерб возмещен в полном объеме. В прокуратуре города Сухум завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера управления образования администрации города Сухум по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения в размере 1 млн 528 тысяч рублей. На выполнение работ в рамках реализации инвестиционной программы содействия экономическому развитию Республики Абхазии на 2015-2017 года установлено, что государственная компания Абстнерголлера победила тендеры на выполнение работ по 18 лотам из заявленных 19 лотов по капитальному ремонту и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения района. Государственная компания Абстнерголлера, не приступив к выполнению работ, заключает договоры субподряда, удерживая 2% от общей стоимости объекта строительства, через который в последующем совершено хищение имущества в особо крупном размере. При этом у субподрядчика на момент заключения договора отсутствовало материально-техническое обеспечение для выполнения обязательств по договору. В ходе производства капитального ремонта водопроводных сетей в селе Чулу, как установлено материалами уголовного дела, госкомпания Абстнерголлера не осуществляла технического надзора за качеством и объемом выполненных работ, а также надлежащего контроля за составлением исполнительной документации в ходе производства работ в части актов освидетельствования фото и видеоматериала скрытых работ, что исключало возможность ввода объекта в эксплуатацию. В связи с чем Следственным управлением Генеральной прокуратуры направлено соответствующее представление в Министерстве экономики Республики Абхазия для предупреждения предподобных условий для совершения коррупционных преступлений. По уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследованному прокуратурой города Сухум, Чания Джалита Рудольфовна, состояла в должности главного специалиста бухгалтера управления образованием администрации города Сухум мошенническим способом, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, завладела денежными средствами на общую сумму 1 млн 528 тысяч рублей. Аналогично по уголовному делу, возбужденному в Следственном отделе Управления внутренних дел по городу Сухум по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении чхиизы Валерии Борисовны, состоявшей в должности операциониста дополнительного офиса Сбербанка Абхазии за номером 1070, которая мошенническим способом, путем обмана и с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 643 тысячи рублей 669 тысяч. Данное уголовное дело в порядке ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса направлено для рассмотрения по существу в Сухумский городской суд. Аналогичное дело находится на стадии расследования в Следственном отделе Управления внутренних дел, где возбуждено дело по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении Гагуа Гунды Нукзаровны, состоявшей в должности операциониста дополнительного офиса Сбербанка Абхазии за номером 1070, которая мошенническим способом, путем обмана и с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами в особо крупном размере 1 миллион 216 тысяч 299 рублей. Данное уголовное дело находится на стадии завершения и будет в ближайшее время направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. В данное время, как было отмечено на совещании, активно расследуются преступления, связанные с хищением средств в рамках инвестпрограммы. Заводятся уголовные дела. В рамках плановой проверки инвестпрограммы на объекте Ткуачальская ЦРБ в действиях руководителя Творчалстрой и его заместителей заведующих складом установлена растрата имущества в размере 17 миллионов 355 тысяч рублей. В действиях бывшего генерального директора госкомпании Абстныргылера, бывшего директора Творчалстрой, инженера УКС, выявлены нарушения, выразившиеся в необоснованном получении и расходовании бюджетных средств на выполнение работ, выполненных иным подрядчиком в размере 3 миллиона 916 тысяч рублей. Материалы по указанным фактам пересланы в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Также в действиях ИП Лагвилава, выступающего поставщиком товарно-материальных ценностей для Творчалстрой, усматривается уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Материал также переслан в Следственное управление Генеральной прокуратуры. По результатам проверки Республиканской больницы в действиях главврача и его заместителя усматривались признаки хищения имущества в особо крупном размере на сумму 1 миллион 262 тысяч рублей. Материал переслан в Следственное управление Генеральной прокуратуры. В ходе проверок по целевому активному расходованию бюджетных средств по актам контрольной палаты и Минфина Республики выявлены нарушения законодательства. По результату проверки целевого использования средств Министерства демографии и репатриации, Фонда репатриации Республики Абхазия и РУП в ЖУ Министерства демографии и репатриации в действиях директора подрядной организации, инженера технодзора Фонда репатриации, бывшего председателя комитета по репатриации усматривали списки хищения путем мошенничества в особо крупном размере на сумму 22 миллиона 742 тысяч рублей. Материал переслал следственного управления Генеральной прокуратуры. Насколько мы знаем, возбуждено уголовное дело, идет проверка процессуальная. Далее. В рамках проверки по заявлению гражданки Цвишба о неправомерных действиях врача и законности распределения медицинских препаратов в Национальном экологическом центре сотрудниками УБП и ПК МВД и РА по поручению Генеральной прокуратуры была проведена проверка данного учреждения. Материалы были переслены в МВД, по результатам чего следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкологического диспансера, заведующим дневным стационаром и старшей медсестре отделения химиотерапии по части 4 ст. 157 хищения чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения. От селевого расходования бюджетных средств на объекте УГХ администрации Гагарского района в действиях бывшего начальника учреждения усматривались признаки хищения имущества путем присвоения и растраты в размере 2,5 млн. рублей с совершением использования служебного положения. Материал переслан был в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Органами прокуратуры за период с начала мая по 1 декабря текущего года по материалам проверок по факту ДТП было отменено 24 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Уровень смертности на дорогах страны несмотря на значительное уменьшение за отчетный период 2021 года по отношению к прошлому году продолжает оставаться сложным. Так, за 11 месяцев 2021 года отмечено уменьшение количества смертей и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в 2020 году погибло 52 и ранено 255 человек. В 2021 году за этот же период погибло 36 и ранено 218 человек. За отчетный период 2021 года по линии госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия произведено значительное количество различных мероприятий, в том числе профилактических и рейдовых, позволивших усилить эффективность контроля над дорогами республиканского и районного значения, в ходе которых было выявлено 86 814 нарушений против 43 508 нарушений правил дорожного движения на логичный период прошлого года. Работа в этом направлении будет активно продолжена. Как отметил в завершении встречи генеральный прокурор Республики Адгур-Агрба, ранее он дал немало поручений по выявлению преступления коррупционного характера. Генпрокурор выразил недовольство работой в этом направлении. Я вам скажу, наверное, так, что сегодня это координационное совещание. После этого мы в ближайшие дни, наверное, прокуроры уже будем собираться отдельно. Мы будем вас приглашать. У меня будет состояться беседа с каждым из вас. Мне очень интересно сегодня понять для себя, что происходит, что мешает сегодня в районах, на местах районным прокурорам выявлять подобного рода нарушения, принимать по ним решения, нужные, процессуальные. Это отсутствие опыта, отсутствие знания или отсутствие желания. Если это последнее, то это самое сложное, конечно. Если нет желания, вот этого быть не должно. У нас в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры, как и в Следственном управлении, так и в Общенадзорном, человеческий ресурс ограничен, к вашему сведению, чтобы вы знали. И помимо Центрального аппарата, у нас в Республике сегодня очень большое количество представителей надзорного органа, которые так же, как и мы, должны этим заниматься. Сегодня два района, которые нам продемонстрировали, озвучили результаты. Это прокуратура города и прокурор Гальского района. Об этих материалах я уже знал давно. И очень хорошо, отрадно, что эти дела находятся на стадии завершения, и в скором времени, я так понимаю, они будут направлены в суд. Мы многого от вас не требуем. Я понимаю, что дела коррупционной направленности, они очень сложные, они очень трудоемкие, они требуют большого количества времени. И даже в Центральном аппарате, когда мы возбуждаем уголовные дела, мы сталкиваемся с этими проблемами. Есть у нас дела в производстве, которые уже более двух лет находятся. И только сейчас, в декабре, в январе месяце, некоторые из них будут направлены в суд. Как минимум, это около года расследуются такие дела. Отгура Агарба обратился к присутствующим с призывом более активно выявлять преступления коррупционной направленности. Генеральный прокурор пообещал поддержку сотрудникам правоохранительных органов на местах. Курца Вардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.